Жерар Улье. Состав по рельсам Каньесары с воротах. Центральные защитники 2-й Пельегрино и 12-й Марчена. Он заменил Аяу. На правом фланге Кураторос 23-й, на левом Карбоне 15-й. Центральные полузащитники Альбельда 6-й, Бараха 8-й. Бараха еще отожжет качка и будет дисквалифицирован. На левом фланге Висенте. Затекили Гонсалец 17-й номер, на правом Руфета 19-й. Два нападающих, Карье Ударный номер 7-й и Аймар под ним. Он, в общем, даже не нападающий, а скорее под этим нападающим действием. Так это называется. Судит матч Терье Хауди, норвежский арбитр. По одному земляку у него в той и в другой стороне. Вот мы видим, как активы начинают в Валенсии. И вы знаете, я, воспользуясь, процитирую своего друга Владимира Маслаченко, который, выйдя из студии, он комментировал этот матч для канала НТВ плюс футбол. Выйдя из студии, он сказал, боже мой, какая же дворовая команда сегодня был этот Ливерпуль. Вот, давайте проверим это утверждение. Вообще, накануне, примерно, что-то в этом же роде, но это было выглядело самонадеянно, потому что это было сказано до игры. Выразился Джон Карью, который сейчас, так или иначе, худо-бедно, но сделал голевой пас на Руфете. Руфет, открывая отсчет, это 34-я минута. А что сказал Карью? Он сказал, что он не считает Оуэна мировой звездой. Сказал, что этот футболист слишком многое пытается сделать не совсем честно. Ныряет, выпрашивает штрафные. Вот, ну, вот так сказал Карью. И вообще, он, надо сказать, не очень-то англичан, потому что очень хотел играть в английском премьер-лиге, мы с ним нехорошо обошлись в клубе Фулхэм. Вот так он теперь, как тот дворник, который целый год на Москву сверчал, но Москва не всегда это знала. Руфет открывает счет, и теперь задача Ливерпуля осложняется, потому что у него же есть заочный соперник Базель, с которым он еще и умудрился сыграть дома в ничью. Это, конечно, не лучший результат. И получается, и последний матч у Ливерпуля с Базелем тоже на выезде. В общем, тяжелая ситуация, тяжелая. А Базель еще и, кстати, по дороге в эту Лигу Чемпионов выбил Селтик, тоже британскую команду. В общем, у Ливерпуля есть все основания атаковать. Вот так вот атакует Джерард. Вдогонку бьет еще кто-то. В первом случае прекрасно играет Канисарас. Во втором этого не потребовалось. Смотрим еще раз. Это Хески протыкает мяч дальше в атаку. Вот первый удар Джерарда. Майкл Оуэн завозился. Было, но все компенсировал этой изобретательной передачей. А второй удар нам даже и не показали. Еще одна атака Ливерпуля. На левом фланге Карбо не боролся. Попытка смять, задавить физической мощью. На самом деле не мельче парни в Баленсии собрались. Аймар это не показатель. Аймара мы на Оуэна разменяем. Вот еще одна атака. И Джон Карью, уйдя под очень острые облаки, не носит опасный удар в своем действии, в общем-то, стиле. Смотрим еще раз. На грани овсады, конечно, здесь Сигерна. Показывает Карью, что его держали руками. Но он же пробил. В общем, Баленсия выглядит очень прилично. Вообще, эта команда, похоже, прибавляет вновь, по сравнению и с прошлым сезоном. И вообще, получается, что она поступательно шествует вверх уже на протяжении пяти сезонов, так вот, если разобраться. Конечно, пока она не добралась до финала чемпионской лиги, что с ней уже происходило. Казалось бы, следующий шаг вперед, это уже выигрыш трофея. Но вы знаете, нет. Главное, что вот сейчас на Валенсию уже никто не смотрит, как на Золочку. Валенсия одна из фаворитов турнира. Это доказано многими годами. Она остается год от года только сильнее, несмотря на то, что, казалось бы, расстается с ведущими футболистами. В общем, на нее интересно смотреть. Перерыв состоялся после перерыва непосредственно. Никаких изменений на поле не произошло. Естественно, Жерар Улье постарался что-то изменить. Скорее всего, в настроении своих игроков. Против Оуэна никто не играл персонально. Да и нет такого футболиста в составе Валенсии. Тем более показательно, что вот с ливеркульским нападением справился, в общем-то, небоевой вариант центральной зоны защиты в Валенсии. И вот удар в упор того самого Оуэна. Отражает его комиссарес, который вышел на него как охотник из-за куста. Только поднял голову нападающей Ливеркуль, а вратарь был уже перед ним. И хочешь ли хочешь, бей в него, потому что обвести уже просто нет пространства. Вот смотрите. Хески блестяще делает пас. Оуэн выходит. И, казалось бы, делает все правильно, но комиссарес успел разорвать дистанцию, что облегчило ему уже задачу по непосредственному отражению удара. Джерард с мячом на правом фланге. Подача. Зарабатывает он угловой. Видимо, это будет очень опасной угловой. Реверский Дион Энфилд. Давайте его немножко послушаем. Давайте подкрутим эту подачу углового, если он будет в прямом молчании. Ну что ж, мы услышали не так мало. Мы услышали вздох Джерарда. Мы не только услышали, как... Ну и с удар поворотом. Мы услышали, как комиссарес своей перчаткой дважды переводит его на другой угол. Смотрите, вот первый момент. И вот второй. Второй удар подошелся в руке. Это мне показалось, что этот комиссарес отразил. Дальше начинаются замены. Двойную замену проводит Джерар Улье. Это будет чуть позже, пока атака Хюйпя. Выстоит мяч к штрафной. Здесь Оуэн, здесь Хески. Удар из-под защитника очень опасный. Но, пожалуй, комиссарес успевал перекрыть свои ворота. Коварный прыгающий мяч. Но все это сводится на нет неточности удара. Ну и вот они, замены. 61-я минута. Вместо Мерфи выходит Шмидцер. А вместо Хески выходит Барош. Вот такая вот замена. Молодой, чрезвычайно маневренный, чрезвычайно целеустремленный парень. Чех. Кстати, кстати, оба чехи вышли. Бергер один остался. В общем, даже не было его в запасе на этом матче. Я, признаться, не помню, травмирован он или нет. В ходу уходит Аймар практически сразу же, через 7 минут. Вместо него выходит Ангуло. Чех, забивший первый гол Спартаку. Последний, видимо, немножечко потерял форму и чаще выходит на замену. Ну, и вот она игра в измененных составах. Первую мы видим атаку Валенсии, как вы видите почему-то. Бараха с мячом перед самой штрафной смещается под правую ногу, пристраивает мяч. И вот с таким вкусным звуком мяч как в тесто стукается в рекламный щит. Трауре встречал Бараху, не встретил. Еще одна атака в Аренсии. Вот это называется Лейерпуль усилил атакующую линию. Атакует другая команда. Ангуло в стороне, никто его не встречает. Еще один удар великой, играет вратарь Дудок. Удар не получился достаточно прицельным. Близковато к центру ворот пробил Ангуло, кажется, что не умаляет заслуг вратаря. Салид Диао выцарапывает мяч около штрафной в Валенсии. Здесь Бароши в ближнем углу, комиссар распорирует удар. Хоть и в ближнем, а очень получилось опасно. Атак, в весом смысле образцовый. Ну, как видим, опасные моменты ворот в Валенсии все-таки возникают. Но, видимо, то, что Владимир Никитич назвал синдромом дворовой команды, наверное, остается за кадром. Наверное, у Лейерпуль не получилось вести эту игру. Вот так действующий чемпион Испании победил на его поле, причем без явной мотивации, победил на его поле действующего лидера премьер-лиги.